Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-Регион в студии Ирины Меркурьевны. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Большое планерное совещание после зимних каникул. Итоги и планы на Новый год. Вне суеверии. 13 января представители средств массовой информации отмечают День российской печати. А сейчас обо всем подробнее. Участие муниципалитета в краевых программах, развитие и строительство детских садов и проектирование новой набережной. Обсудили на городском планерном совещании. О планах на рабочую неделю и долгосрочных расскажем прямо сейчас. Праздники и череда выходных дней, так называемые зимние каникулы, прошли без серьезных нарушений. Об охране общественного порядка доложил начальник полиции по городу-курорту Андрей Терехин. Силовики работали в усиленном режиме в этот период. Итог. Более тысячи новогодних мероприятий прошли без происшествий. Подробный отчет о проведении культурно-массовых праздников предоставила заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова. Глава города-курорта Сергей Сергеев поблагодарил ответственных и причастных к организации проведению мероприятий за работу. Я хочу все-таки поблагодарить всех, кто работал в праздничные дни и обеспечил большинству людей нормальный отдых. Я хочу поблагодарить и Несковцев за то, что они предоставили безвозмездно в долг трансформаторную подстанцию, которую мы установили, они установили на Белорусском 8. И надо продолжить эту работу, потому что ТПшку-то отдать надо. Проектная документация строительства подземного пешеходного перехода в станице Анапская готова. Следующим шагом должна стать разработка детального плана графика реализации этого проекта. Такое поручение специалистам курируемых служб дала первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая. Также мы должны подготовить с вами конкурсную документацию, финансирование и план график реализации. Здесь я попрошу максимально предложение внести по плану графику, так как это в итоге будет связано со следующим отопительным сезоном. Речь о микрорайоне Киблерово, где каждый год с наступлением осени возникает проблема с теплоснабжением. Местных жителей сделали заложниками коммерческих интересов. Фирма, эксплуатирующая котельную и ресурсоснабжающие организации не могут договориться о цене. Строительство муниципальной котельной кардинально решит эту проблему. Управлению образования поручено проанализировать все заявки на реконструкцию анапских детских садов. Заявки без проектов и положительной резолюции в работу не допустят. В планах на 2015 год введение полутора тысячи мест в детских садах. Проекты готовы на 780 мест. Еще одно поручение первого вице-мэра в максимально короткие сроки подготовить проект по восстановлению территории пляжа Анапы. Четыре программы развития образования, дети Анапы, развитие ЖКХ и топливная программа рискуют остаться в теории. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина рекомендовала до 25 января предоставить план график на заявки. Предупреждаю, уважаемые коллеги, не только заместители, всех. Строительство новых учреждений, новых зданий, капитальные ремонты корпусов и так далее, и так далее. Будете сидеть по полугодию, даже по первому кварталу. Я сделаю очень серьезные выводы. Мониторинг дорожного сервиса, классификация объектов размещения, контроль за правилами торговли в городе, задача на неделю для специалистов управления торговлей и санаторно-курортной отрасли. Кроме заявленных, еще одно задание озвучили на планерке. Все некапитальные объекты, киоски и палатки должны быть демонтированы и вывезены в день, когда заканчивается договор аренды. Вне суеверии. 13 января представители печатных СМИ, работники типографии и издательств отмечают День российской печати. Именно в этот день, 312 лет назад, в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». О том, как сегодня выглядит СМИ пространства в Анапе, наш следующий сюжет. Как рот о сплоченных солдат, буквы строчка за строчкой превращаются в свежую прессу. Как рождаются газеты, старшеклассники средней школы номер 3 поселка Витязева знают точно. 8 лет назад, в декабре, вышел первый номер газеты «Школьное эхо». Школьники примерили на себя непростую профессию. Ева Харлампиду стала наборщиком. Парфи на Скориде – фотокорреспондентом и аналитиком. Корреспондентов здесь ласково называют «школьное ухо». Заметки и статьи о школьной жизни в ветеранах поселка, односельчанах, спортивных и культурных событиях. Первые литературные опыты наполнили газетные полосы. Тысячу экземпляров разбирают быстро. Сегодня мини-редакция обсуждает готовый номер и планирует следующий. Десятиклассник Айк Петросян считает, что журналист личность любопытная. Без них было бы скучно. Восвящаюсь, потому что журналисты – это как бы люди, не каждый может стать журналистом, потому что журналисты – это очень смелые люди в своем роде, очень экстремальные. Потому что люди, они рискуют своей жизнью, доносят людям информацию, которая нужна. Ну, очень горячих точках бывают, искам в Украине. Журналист несет ответственность за каждое слово. Парфейна Аскариди любит писать о прошлом и интересных людях. Может быть, в будущем станет известным журналистом. Меня очень восхищают журналисты, корреспонденты военных времен, допустим, Константин Симонов. Мне вот настолько это интересно, потому что люди вот в то время, они настолько ждали различных газет, каких-то информаций, это настолько их мотивировало, давало силы на победу. Главный редактор газеты Лидия Чапурова стремится научить ребят видеть и рассказывать интересное. Жить активно. Чисто случайно я узнала, что в Цибановой Балке есть газета «Приморка» и сразу же сделала, чтобы у нас было школьное эхо. Школьное эхо готово звучать. Номер отправляется в печать. В типографии кипит работа. Свежие пачки завтрашних анапских газет готовы уже сегодня. Станки еще не успели остыть. Смена только что отпечатала Черноморку. Газета выходит в свет с 2001 года. Печатная периодика в Анапе – это 8 газет и журнал. Старейшая газета «Анапская Черноморья» выходит с февраля 1918 года. В 1990 году вышел первый номер газеты «Анапа». Позже издание «Все для вас», «Анапа», «Ваша газета», «Твой успех», «Ваша удача». Самая молодая газета «Статус плюс Анапа». В Благовещенской, Витязевской и Цибанобальской школах юнкоры выпускают свои школьные газеты. Общий разовый тираж анапских изданий сегодня 80 тысяч экземпляров. У каждой профессии запах особый. Журналист пахнет взьянцем, свежей типографской краской и чужими судьбами. Каждую историю нужно пропустить через себя. Тысячи таких историй прошли перед глазами старейшего газетчика-курорта Василия Ткаченко. 94 года назад он родился как раз в день российской прессы. Глава «Анапы» Сергей Сергеев уверен, именно журналисты задают нравственные ориентиры. К работникам средств массовой информации открыт. Он умеет удивить журналистов. Вместо привычных вопросов-ответов на пресс-конференции в декабре показал журналистам новации в сфере ЖКХ. Сергей Сергеев поздравил работников СМИ и полиграфии, ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Пожелал воплощения самых смелых творческих замыслов, доверия подписчиков, острого пера и благодарных читателей. Спасти ребенка и подарить надежду в силах каждого. В нашем следующем сюжете история маленькой девочки, которой очень нужна помощь. Маленький мир маленькой Насте ограничен болезнью. Ребенок серьезно болен. Двухнедельной малышке поставили диагноз энцефаломоляция, синдром угнетения центральной нервной системы. Мама обнимает ребенка и не сдерживает слезы. Их просто не осталось. Муж уходит в другую комнату, чтобы никто не видел. Мужчины тоже плачут. Мы когда узнали про диагноз, нам сказали, что от ребенка лучше сразу отказываться. Не ходить, не в общем, постоянно ребенок будет лежать, будет ребенок растение. Мы не отказались, нет. Наша кровиночка как. Скажем, уже многого достигли, да? Говорит, даже наши неврологи приезжают и находят ребенок. Ну, вот ребенок уже как бы ходить пытается. Пока папа делает массаж дочки, мама разводит смесь. Все делают сообща. Для Насте в этом году поставили новогоднюю елку. Но у нее нет сил радоваться. Игрушки в стороне аккуратно сложены. Настя к ним не прикасается. В России нам говорят, что такое заболевание вообще не лечится. То есть эти кисты, они размножаются постоянно. То есть мозг превращается в воду. То есть каждый месяц эти кисты растут и просто мозг разрушается. Как только узнали про диагноз, начали спасать Настю. Искали клинику, в которой возьмутся за лечение. В России такой не оказалось. В Китае согласны начать лечение за 900 тысяч рублей. Курс лечения китайской традиционной медицины рассчитан на три месяца. Мы обращались в клиники, во многие клиники. В Краснодаре ее обследовали. И в Санкт-Петербург тоже общались с врачами. То есть ответ один был, что ребенок лечению не подлежит. И откликнулся только Китай. Это вот уже спустя год. Единственная клиника. И они говорят, что ребенку возможно помочь. Диагноз каждым месяцем прогрессирует. Счет на дни. Четвертый раз после реанимации. Была и остановка дыхания. Останавливалась сердечко Насте. Но она изо всех сил борется за жизнь. За это время скопилось большое количество больничных листов. Их нервно перебирает папа Настя. И постоянно твердит, почему с нами. Любит рассказывать про свою дочку. У нас характер у нас такая противная. Бывает и капризничает. Что-то не нравится, когда. Тоже хорошая умница. Так уже и взрослый не принес бы столько болезней, как она уже. Без добра и сочувствия, сопереживания и понимания мир кажется мрачным, а будущее безнадежным. Вы можете подарить жизнь Насте. Телефон для связи с родителями девочки 8-918-122-64-91 и 8-918-486-56-42. В спортивном комплексе «Рай» состоялось первенство города-курорта под дзюдо среди юношей и девушек возрасте до 15 лет. В начале соревнований прошла товарищеская встреча между местными дзюдоистами и спортсменами из Донецкой области, которые прибыли в Анапу для участия в совместных учебно-тренировочных сборах. Спортсмены отработали новые болевые и удушающие приемы, технику в партере, а также получили дополнительный соревновательный опыт. С дзюдоистами работали тренеры спортшколы номер 4 и заслуженные тренеры Украины, наставники из Донецкой области. Это наша жизнь в дзюдо, и мы хотим, чтобы на фоне этого мероприятия, чтобы все поняли, что то, что происходит в странах наших, не должно касаться ни спорта, ни детей, ничего. Всего в учебно-тренировочных сборах приняли участие 60 человек, 45 воспитанников спортивной школы номер 4 и 15 спортсменов из Донецкой области. Участников товарищеской встречи и первенства Анапы приветствовали почетных гостей соревнований. По итогам встречи со счетом 6-3 первое место завоевала команда анапчан. Спортсменам вручили медали и грамоты. 200 участников городского первенства под дзюдо представили все филиалы 4-й спортивной школы на татаме спорткомплекса «Рай». Во всех весовых категориях, как у юноши, так и у девушек, была серьезная конкуренция. Призеры и победители соревнований отправятся на первенство Краснодарского края, которое состоится в конце января в Армавире. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды. Платье вечерней и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта «Анапа», в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. «Анапа», торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова